Всем привет! Добро пожаловать в новый влог, в нашу краковскую серость, очень пасмурно за окном и просто уныние, но ничего, я уже потихоньку начинаю готовиться к весне, слушайте, у меня так пекут губы, я прям не ожидала, это блеск Вайкон, итальянский бренд, насколько я знаю, он у нас не представлен в Польше, но я решила взять на пробу оттенок 05 Move, и уже прошло минут 10, он все еще жжет, называется Filler Killer, и что-то в этом есть, что у меня там уже увеличились губы, я сегодня на самом деле никуда не собираюсь, я подкрасилась только ради вас, потому что я проснулась очень рано утром, я не выспалась, пол шестого утра, и вид у меня был, мягко говоря, так себе, поэтому добавила себе хоть немного красок, такой легкий повседневный макияж, можно сказать, и зачем я проснулась так рано, я отвозила детей, ну не совсем в детский лагерь, а в пункт сбора, и оттуда они уже отправились на лыжи, поехали они на 6 дней, я одна на хозяйстве, Томака тоже нет, он в мужской поездке, в том месте, куда я бы с ним точно не поехала, ну как, Марокко мне, конечно, интересно, но, наверное, больше туристические какие-то места, а не то, куда они поехали, полная антисанитария, даже мой Томак был в шоке, при том, что он любит такие полуспартанские условия, давайте я вам расскажу прикол, говорит, зашли вчера в ресторан, и сели как-то там за баром, говорит, грязно просто, капец, и люди такие неприверливые, в общем, бармен достал из холодильника бутылку йогурта какого-то, сначала попил с горла, а потом этот же йогурт добавил в коктейль кому-то из посетителей, закрутил и спокойно поставил обратно, они стараются есть все, что там поддается термообработке, чтобы ничего не подхватить, ну в общем, это не совсем для меня, я осталась дома, у меня тут кое-какие дела, и хотела бы тоже поехать в Варшаву к Насте, посмотрим, получится или нет, потому что мне вот должны написать, возьмут ли мою собаку на передержку на 2-3 дня, если нет, ну что ж, придется отказаться от поездки, вообще домашние животные, это большая ответственность, и если ты не можешь взять животное с собой, или найти ему какую-то няню хорошую, которой вы можете доверять, то как бы вот так, а, кстати, еще один прикол, сейчас на мне не только моя собака, но еще и коты, соседи, у них там тоже что-то не вышло, и они искали кого-то, кто может их покормить, поэтому как раз вот и они вернутся, и я смогу поехать к Насте, если оставлю Юки, сейчас, девочки, мы с вами рассмотрим кое-какие новинки из Зары, психанула, так психанула, я обычно продумываю, что я там доказываю, а тут мне просто стало интересно, я набросала в корзину, наверное, часть из этого поедет обратно, но мне было интересно, и посмотрим, какое там качество, также мне нужно помыть машину, наверное, если вы не живете в Польше, вы не совсем поймете, почему так, я раньше тоже не догоняла, в чем прикол, в основном в Польше все пользуются бесконтактной мойкой, и таких вот ручных моек для машин очень мало, туда очереди, чтобы это еще сделали качественно и за адекватную цену, но это вообще просто днем с огнем, не сыщешь, и мы записались с Томаком только чуть позже, и когда уже станет теплее, но вы же понимаете, что там три раза в год невозможно помыть машину, и постоянно в этом ездить, у нас такая грязь, просто я уже не знаю, когда будет тепло, и перестанут лить дожди, но я возила детей, и собаку в машине, и полный капец, и между вот этими ручными мойками мне приходится самой там как-то поддерживать порядок, Томак ухаживал за моей машиной, все это время, сейчас я чувствую в себе силы, поэтому этим займусь я, нужно помыть и в салоне, и потом я поеду на бесконтактную мойку, и вот когда мы раньше все приезжали к маме в Украину, я не могла понять, почему он первым делом бежит на мойку, оставляет там машину, и делал это практически каждый день, он говорит, настолько хорошо моют машину, моек очень много, при этом это стоит каких-то адекватных денег, не знаю, как сейчас, с ценами в Украине, но тогда мой Томак просто обожал, и говорю вам, что пользовался ручной мойкой постоянно, и говорит, еще и вы оставлял там, очень ему нравилось, как выполняли эту услугу, больше не так, и стоит это гораздо-гораздо дороже, но еще и в своем районе, чтобы найти ручную мойку для машины, ну, только одна фирма есть, а у нас, ну, район такой, как бы, хороший, можно так сказать, так, будем рассматривать Зару, блин, как у меня бегут губы, я просто в шоке, и потом будем заниматься разными делами, и подготовкой к весне, в частности. Полностью весь мой наряд из Зары, поэтому не уточняйте, что откуда, начиная от одежды и заканчивая обувью аксессуарами, наделая все, что было в посылке, но не уверена, что буду носить все вместе. Мне стало интересно, как же будет на мне смотреться вот такое ярусное жемчужное ожерелье, конечно, это не настоящий жемчуг, у меня, кстати, есть натуральный жемчуг, просто такая ниточка, а тут, думаю, ну, у меня небольшая грудь, вроде как, не должно меня сильно увеличивать, и оно может носиться вместе, также можно снимать эти ниточки, или одну вот эту длинную оставить, или только три вот этих, вот эти три снимаются по отдельности. В этом сезоне, в весенне-летнем, будут очень актуальные кофты с открытыми плечами. И, девочки, вот эта, она очень мягкая, она представлена тоже в белом цвете, который у нас распродан, но вот здесь, внизу, смотрите, есть сборки, и это она так сшита, это не потому, что у меня собирается, это она, в принципе, сама по себе такая, ткань очень мягкая, и вот эта полоска широкая. И сейчас, когда я держу камеру, когда я что-то как-то пытаюсь вам тут рассказать, она немного подскакивает, и нужно проверить, насколько это удобно. Дальше, мне нужна была черная сатиновая юбка. Камера очень сильно не любит черный цвет, и она всегда показывает его по-другому. В жизни эта юбка, как и кофта, наверное, тоже выглядят чуть более благородно, что ли, то есть нет вот таких каких-то складок, это не видно. Просто камера так это все передает. На самом деле, это глубокий черный цвет, и мне как раз не хватало черной юбки миди. Мне нужна юбка на торжество одно, именно черного цвета, поэтому решила взять вместе с кофтой и проверить, как это будет выглядеть на мне еще и с жемчугом, и чтобы вообще все трендовое на себя нацепить, как сорок. Ну, я еще подумаю, с чем я буду носить эти балетки, в них я сомневалась больше всего. Они очень красиво выглядят, с красными колготками, которые я тоже купила, и на удивление балетки удобные. Я понимаю, что многим из вас они могут не понравиться, но вообще ничего не жмет. Вот они не кожаные, и я, ой, господи, не то чтобы сильно люблю такую модель, и, наверное, я их оставлю. Прикольно. Я буду носить и с мини-юбкой, и с миди-юбкой, и тоже с брюками, чтобы вот так только кончик выглядывал. С серым цветом я ближе к ясне, буду снимать для вас свой весенний гардероб, и там покажу уже все в примерках, что и с чем точно буду надевать, когда составлю окончательные образы. Это у нас с вами так, распаковка. Сумка в стиле Шанель. Я считаю, что сейчас не время инвестировать в люксовые сумки, поэтому в прошлом году я не купила ни одной. Хотя могла бы. Предпочитаю другие инвестиции. И вообще инвестиция в сумку – это полная ерунда. Похожие сумочки также есть у украинского бренда Вербена. Если они у вас есть в наличии, и не нужно ждать там месяцами, то можете посмотреть, они очень качественные и выполнены в сто раз лучше, чем вот это. Но если вы хотите что-то такое для разнообразия ваших образов, для создания бюджетных, недорогих аутфитов, но при этом актуальных, в Заре есть вот такая сумочка. Это не самая базовая модель, как вы понимаете, поэтому я не заказывала эту же Вербену. Я не уверена, насколько она будет практична, и как часто я буду ее носить. Видите, сумка не только на короткой ручке, к ней сразу прилагается еще и цепочка, поэтому можно надевать на плечо. Но вот как-то с жемчугом и вот эта цепочка – это too much. Поэтому я бы, наверное, сняла жемчуг. Сумочка сама по себе неплохая. Между прочим, цвет фурнитуры такой, как у меня на моей сумке Saint Laurent. То есть она не блестящая, типа как состаренная. Я перезаказала эту сумку, посмотрите, потому что в посылке было что-то острое, и вот здесь остался след. Только по этой причине. Ну и потом посмотрю. Мне кажется, что для таких даже casual образов она очень хорошо подойдет, и причем не по цене Chanel. Балетки лаковые. Меня как-то так потянуло на красный цвет. Мне очень нравится. Несмотря на то, что это балетки, они немного даже как будто удлиняют ногу. Не спадают, не жмут. Все хорошо. Такие же были белые. В прошлом сезоне я как-то обошла их стороной. На распродаже они валялись. Подумала, что совершенно не для меня. Но я поиграю с ними. Посмотрим, что из этого выйдет. Я так подумала, моей маме очень идет жемчуг и массивные украшения. Наверное, я покажу ей. Если что, оставлю для нее. А мне больше подходит, когда не вот так прям, знаете, под горло, а несколько ниточек. Ну, буду решать. И, девочки, я не знаю, что скажете вы, но эти мюли удобные, как тапочки. Они кожаные, такие глубокие, и не к юбке миди. Я хотела бы надевать их с широкими брюками. Они сейчас в стирке. Я носила их в Италии. Очень удобные. У меня это 38 размер. И балеток тоже на 37,5. Вот так они смотрятся на ноге. И это нереально удобно. Я должна признаться. Не поснимала этикетки, потому что буду еще, знаете, определяться, надо оно мне или нет. Какие-то абсолютно нелепые брюки, в которых я чувствую себя квадратом. Смотрите, они такие широкие. Здесь я затянулась поясом. Он тоже идет в комплекте. Как это понимать вообще? Еще и укороченные. О, Боже. Нет. Это антипокупка. Тоже поедет обратно. Я ищу сейчас тренч. Видите, как я не с первого раза что-то приобретаю и оставляю. Во-первых, он без подкладки. Во-вторых, для меня лично это не самый удачный цвет, который будет хорошо смотреться с моим весенним гардеробом. Он чисто тауповый. Длина у него неплохая. Но не то, чтобы... Вот знаете, качество такое... Вау! Даже если отпарить. Я видела, правда, гораздо дороже манго. И, скорее всего, возьму его. И... Ну, точно не этот. Вроде как с ним все нормально, скажете вы. Ну, девочки, он какой-то и тонковатый, и такой... Никакой вот. Это самое подходящее слово. Сколько он стоил? 300 злотых. Вообще. Девочки, за меньше, чем 200 купите в Сенсай похожий. Или более качественные манго. Закажу и оставлю вам ссылку на манго. Девочки, как я рада, потому что это были самые идеальные джинсы из Зары, которые я купила 100 лет тому назад. И я поставила там пятно на велосипеде. Да, я иногда могу покататься на велосипеде в джинсах. При том, что они дубовые. И все. Они не отстирывались, поэтому я перешла наливаясь. Но самые красивые, голубые, они, наконец-то, вернулись в Зару. У них высокая посадка. Вот видите, у меня даже... Ну, до шрама, буквально. Еще не зажило все. Но ничего, я еще буду его удалять лазерем. И эти джинсы, они чуть-чуть укорочены. То есть вот так на мой рост. 36, возможно, сидели бы лучше. Я мерила в другом цвете. Они на меня велики. Но они еще растянутся, и будет хорошо. Мне нравится то, что здесь они не оттопыриваются нигде. Нормально. Мне даже не давит мой шов. И кажется, что здесь они спереди не такие, не слишком объемные, а сзади даже свободные. Вот видите, то есть они на бедрах меня не увеличивают, обтягивают. Дальше в ножках свободно и комфортно очень у них. И чаще всего я надеваю такие джинсы именно с жакетами. Кстати, вот эта сумочка сюда очень хорошо вписывается. С кедами, с какими-то кроп-топами, с базовыми футболками. Сейчас просто взяла то, что было под рукой. То, что я достала. Очень классные, плотный джинс, такой, как надо. Прям вообще обожать. Они очень крутые и совсем недорогие. О, господи, как мне сейчас будет вкусно. Покажу вам, что готовлю. Ужинать я сегодня не собираюсь, поэтому конкретно у меня будет бургер. Здесь уже поджаривается мяском и греется булочка. Я, конечно, сильно извиняюсь, но это далеко не ПП. Вот немного добавлю майонеза, сладко-острого соуса, авокадо, лук еще нужно достать, помидор и мой умирающий шпинат, который мне сегодня нужно доесть. Да, я это съем. Это очень вкусно. Просто обожаю. Добро пожаловать в Польшу. Покупаешь дорогую машину и потом драйвишь ее сам. Или нанимаешь кого-то, кто это делает за тебя. Кстати, девочки, я в начале, наверное, осени или где-то осенью купила себе пуховик. Это, сейчас как тут подальше отойти, это H&M. И, вы знаете, он настолько легкий, он такой теплый, я относила его с огромным удовольствием. Меня Юки немножко испачкало сегодня. Но в целом, как бы даже тряпочкой можно протереть и будет окей. Это закон подлости. Я собралась мыть машину и я все равно это сделаю хотя бы в салоне, потому что у нас снова начался дождь. Юки, мы не идем гулять. Подожди. Я не очень это люблю, но я больше люблю чистую машину. Я вообще стараюсь содержать машину более-менее в порядке. Но когда вечно идет дождь, то это достаточно сложно. И когда у тебя дети с собакой. Но я регулярно протираю пыль просто тряпочкой, которую когда-то заказывала из Алиэкспресса. Она такая пушистая, как будто она электризованно хорошо все собирает. Также для этих целей идеально подходит свифер. Если помните, я снимала видео, где показывала, что это такое. Если у вас еще его нет, то настоятельно рекомендую. Но, конечно, время от времени приходится делать влажную уборку и зачастую в воду я добавляю что-то очищающее, такое мягкое и без крема. Типа мыло. Я, наверное, сейчас всех автомобилистов повергла в шок. Но у меня это работает и у меня машина в нормальном состоянии. Даже когда я сдаю ее на такую генеральную мойку ручную, когда это все-таки получается, то мне говорят, что особую химию им не приходится использовать для того, чтобы отмыть кожаный салон. Также иногда я езжу на заправку. Буквально на каждой у нас есть такой мощный пылесос, но там длинная вот эта труба и мне приходится как-то перепарковывать машину, чтобы все хорошо пропылесосить. Поэтому, когда мне не хочется заморачиваться, я беру Dyson, включаю самую сильную мощность и также меняю насадки на всякие там трубочки, более мелкие. Еще у меня есть мини-пылесос такой беленький, он где-то там мелькает в видео. Это тоже то, что отменно работает и убирает более мелкую грязь. Коврики я пылесошу отдельно уже, когда заканчиваю всю основную уборку и мойку машины. Мне кажется, лучше на этот момент не будет. Коврики можно было бы постирать, но сейчас не буду этим заниматься. И между прочим, когда я отдаю машину на платную ручную мойку, вы думаете, есть какая-то разница? Нет. Разница в 300 злотах, которые у тебя в кармане. Нашла у себя в машине еще вот такие салфетки. Кстати, где-то был у меня уход для кожи. Ну, не знаю. Наверное, закончился, что ли. И это салфетки, придающие блеск, сияние вот этой панели. Ну, мне кажется, и так неплохо. Дождь идет не переставая. Наверное, нет смысла сейчас ехать на мойку, поэтому сделаю это уже перед выездом. Завтра. Хорошие новости для меня, потому что мою Юкасю все-таки возьмут на три дня, поэтому я сейчас спокойно могу погулять с ней, накормить котов, собраться и также поменять постель, полотенце, потому что сначала я еду к подружке в Варшаву, а потом мы вместе с ней едем сюда, в Краков. Она тоже побудет у меня одну ночь. Мы очень давно не виделись, месяца три, наверное, быстро время летит. Я очень сильно соскучилась, и я не знаю, как вы, а я вот люблю выбрать какой-то месяц в году, когда у меня чуть меньше работы, я меньше загружена, и посвящаю именно это время на ЧК по здоровью. Я уже была у гинеколога. Не мигает у нас с вами свет? Я не очень люблю снимать при искусственном освещении, но сейчас нет другого выхода, рано темнеет, и вообще пасмурно, целый день. Я была у гинеколога, я вам писала в инстаграме, что я делаю там, какие обследования прохожу, это, конечно же, обычный осмотр, гинекологическое УЗИ, УЗИ груди, сдаю анализ, делаю жидкостную цитологию, и также анализ сейчас, секунду, никак не могу запомнить, как он называется на русском. Анализ в эпохе, сорри, я просто живу в Польше 15 лет, и не то чтобы не помню каких-то там медицинских терминов названий, я просто-напросто их не знаю на других языках, потому что хожу к докторам-полякам здесь. И вот эти два анализа, цитология, делаю жидкостную, потому что она более эффективна, во всяком случае, так говорят в Польше, а еще лучше сделать обычную жидкостную и анализ на ВПЧ, и это все делается в качестве профилактики заболевания раком шейки матки. И если у вас в семье, у вас в роду были какие-то случаи заболевания раком молочной железы, то очень часто потом еще могут пострадать женские органы или только женские органы. В общем, я вот так вот раз в год обследую и то, и другое. Даже если в вашей семье не было онкологии, то это не значит, что это никогда вас не коснется, и я предпочитаю, знаете, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. То есть, я не бегаю по докторам, когда уже прижмет, лучше там, знаете, просто для собственного спокойствия проверю что-то. Также я записалась к дерматологу, иду совсем скоро, и мне еще нужно сдать несколько анализов перед визитом у эндокринолога. По эндокринологии у меня, в принципе, не было никаких проблем, тьфу-тьфу-тьфу, но все же где-то раз в два года, раз в год, просто в прошлом году я забыла пойти к эндокринологу и сделать еще УЗИ щитовидки, но я регулярно сдаю анализы там всякие гормональные, а тут мне мой гинеколог дал список тех обследований, тех анализов крови, которые стоит выполнить перед визитом у эндокринолога. и так как я вам сказала, я иду туда к эндокринологу для профилактики, но не знаю, возможно, это связано также с наркозом, напишите, было ли у вас такое, в общем, я заметила, что не сразу, но где-то недели через три, через месяц у меня начали выпадать волосы и ресницы, сейчас это уже как-то прекратилось, но все-таки стоит знать, что происходит с твоим организмом и сдам еще дополнительные анализы, посмотрим, сейчас все окей, но я хотела бы заняться таким восстановлением волос и ресниц в частности. Что касается волос, то я в прошлом году их окрасила, это было окрашивание AirTouch, то есть они полностью поменяли там цвет волос, но были такие пряди посветлее и мне достаточно сильно их сожгли и сейчас, когда у меня отрастают мои здоровые естественные волосы и только кончики после окрашивания, я вижу большую разницу и летом я также очень коротко постриглась, мне было дико неудобно, я очень сильно устала от корышки и сейчас я хотела бы во-первых восстановить свои волосы, как-то лучше за ними поухаживать, более интенсивно, я это не люблю, я честно признаюсь, я и волосы это вообще моя нелюбимая тема, девочки, поэтому если вы со мной в одной команде, то давайте вместе как-то веселее, и я сейчас буду принимать биотин, посмотрю, что там покажут анализы, скажет эндокринолог, но в целом даже после окрашивания я понимаю, что мне не мешало бы заняться качеством волос, я периодически состригаю их, ну где-то убираю там несколько сантиметров, чтобы кончики были более-менее здоровыми, но я все же хотела бы чуть отрастить длину, я правда уже запарилась постоянно укладывать волосы фенщеткой, каждый день практически мыть волосы, потому что если я ложусь спать с укладкой, там все нормально, то на следующий день у меня полный ковардак, и остается только как-то это все стянуть в шишку, и я хотела бы тоже научиться все-таки в 36 лет как-то укладывать более длинные волосы, они хоть и не сильно поддаются укладке, но я постараюсь или делать какие-то прически, посмотрим, просто когда волосы длиннее, их правда удобнее содержать в каком-то опрятном виде, чем когда у тебя ну короткие волосы, тут примялось все уже, укладка, до свидания, и к чему я это все говорю, думала тут две минутки уже застряли с вами, но я считаю, что сказанное вначале это самое главное, и в качестве такого домашнего ухода я сейчас хотела бы поприменять нашумевшее розмариновое масло, давайте поближе вам покажу, вот так оно выглядит, оно продается на Хёрб, но если вы живете в Польше, то можно, например, взять на Аллегро, только будет чуть дороже, здесь в составе, конечно, есть не только мята и розмарин, как они указывают, но еще и касторовое масло, и разные растительные экстракты, биотин, и очень хорошие отзывы на это все, я не могу дома найти свой тюрбан, как только я это сделаю, то начну этим мазаться, и я читала, как это правильно применять, распределяешь по корням волос, дальше проходишься массажной щеткой, которую я тоже заказала две недели тому назад, она из Алика, слушайте, и хорошая по качеству, она пластиковая, а зубчики не пластиковые, такие типа как резиновые, так прочесываешь, потом немножко наносишь еще на всю длину, так или пленкой заматываешь, или хотя бы тюрбаном и держишь там два часа, потом нужно помыть волосы, там сделать масочки, все дела, чем вы пользуетесь для восстановления волос, нашла еще одну штуку, но нужно заказать из Америки, это что касается волос, а мне сегодня приехали вот эти повязки, купила я себе черную, ну вот такую бежевую, это так удобно, слушайте, у меня сейчас длина, знаете, ни туда, ни сюда, они вообще никак не хотят лежать, и хотя бы убрать их от лица, это самое лучшее, что может быть, я дома никогда не хожу просто с распущенными волосами, они мне дико мешают, и что касается ресниц, девочки, я не пользуюсь какими-то сыворотками на постоянной основе, за последние 4 года, наверное, я 2 раза покупала сыворотку X-Lash, тоже в такие периоды, когда у меня странным образом выпадали реснички, или они просто были какими-то слабыми, и от X-Lash они становились и длиннее, и такими изогнутыми, более темными, и вообще крепкими, сам волосок по себе становился таким, знаете, более плотным, блестящие, роскошные ресницы, потом, когда переставала пользоваться, выпадали эти реснички, были мои, как обычно, и сейчас я заказала новую сыворотку, на которую огромное количество отзывов, кстати, рекламы на вот это я не видела, это чисто от покупателей, Rapid Lash называется, вот так она выглядит, наносится точно так же после умывания, просто по линии роста, и положимся спать, как подводка, я купила ее на каких-то огромных скидках, и пользуюсь ею вот несколько дней, буквально, она абсолютно прозрачная, у меня не жгут глаза, они не стали более красными, какими-то раздраженными, все нормально, но потом, где-то через месяц скажу вам, что и как, это мой план на восстановление волос на голове, в области глаз на ближайшее время, Кукусики. Убралась одна. я просто в шоке в прошлый раз ехала до варшавы ну три часа с копейками наверно насколько я помню а сейчас из-за протестов фермеров дорога знаете сколько заняла по времени с тем чтобы отвезти и привезти собаку больше шести часов я немножко устала потому что местами был сильный дождь и иногда вообще ничего не видно было но я справилась я уже запарковалась жду настю она мне поможет забрать сумку в любом случае рада что я приехала подружки это возможно только у насти приезжаешь в гости тебя так встречают очень красиво прям даже не хочется это трогать и есть цветочки потом если настя разрешит и покажу какой у нее декор она вообще супер в этом плане индейка с яблоками в каких-то приправах листья салата киноа запеченная капуста с чем-то с каким-то соусом садимся ужинать и частично у нас винтажная посуда носит как музей можно рассматривать еще какие-то крутые тарелки которые сложно достать да правильно говорю насть из парижа настя привезла так что приятного нам аппетита садимся ужинать чем мы занимались в варшаве в этот раз я приехала к подружке и в основном мы много болтали буквально сутками напролет очень вкусно ели настя всегда забирает меня какие-то любимые места гуляли и посещали магазины мы еще собирались музей но в этот раз не успели как-то нам наверно больше захотелось пообщаться и конечно же настя отвела меня юникло у нас вроде как есть онлайн магазин но согласитесь стационарный это совершенно другое дело и тем более онлайн я вообще иногда не вижу разницы между там футболками и какими-то вещами кракове нет стационарного магазина юникло поэтому мы отправились и у меня буквально разбежались глаза от вот этого изобилия и в основном те товары которые рассматривала я меня очень порадовали по качеству вы были абсолютно правы я купила несколько вещей которые покажу вам в одном из следующих видео появились и новые модели базовых футболок количество расцветок очень сильно порадовало и можно выбрать любой на свой вкус как говорится на вкус и цвет причем можно какую-то прилегающую по телу найти можно более свободную укороченную и мужские и женские просто суперские однозначно помимо этого были еще очень хорошие топы я взяла себе один под жакеты носить мы с вами дальше посмотрим как на мне выглядят пальто с шерстью тоже такие базовые ходовые и нужные расцветки помимо этого мне еще показался привлекательным лен и разнообразные рубашки шоппинг в юникло на себя в соседней кабинке примерочной интересно мне стало померить вот такое кремовое молочное даже можно сказать пальто 37 процентов шерсти но мне кажется с велико на меня и чуть-чуть выглядит как халат ну то есть пальто халат ну как медицинский халат на мне и великовато и у меня тоже есть карамельная вот или silk с кашемиром и с шерстью но есть разные цвета с поясом на мой рост с ну такое оптимальное на высокий девочек будет гораздо короче я потерялась в этом магазине мне очень нравится и я боюсь что ничего так и не выберу слишком много а мне нужно как раз такая укороченная жилетка легенькая пуховая которую я смогла бы взять с собой на всякий случай она еще с мешочком продается с таким удобным и надевать под верхнюю одежду качестве слоя для утепления сейчас спрошу у насти мне кажется мне нужно побольше при том что я взяла с и с цветом не тоже сложно определиться глаза разбегаются очень классный магазин хотела кремовые брюки взяла себе в размере с надежде на то что они будут по длине и ну и вроде как с плоским ходом хорошо но я планировала с каблучком и вообще модель не совсем моя мне кажется что я в ней как тумбочка хотя широкие брюки я люблю даже если взять меньше размера то они будут еще короче что не вариант ну ткани очень прикольные они не просвечиваются случайно попали в магазин с елочными игрушками с декорациями на пасху и такой фан-факт в польше очень мощное производство елочных игрушек и они даже делают их для белого дома и так если присмотреться то некоторые из них стоят около 100 долларов вот писанки наверное такие больше которые привычные для меня очень много красивые цветные и это конечно же ручная работа это наверное самое ценное поэтому не столько стоят настя вот эти смотри какие вау я несколько выбрала я потом вам покажу какие страшно к чему-то тут прикасаться но осторожно вам покажу посмотрите как прикольно сделано как выложено шнурочками разными цветные позитивные при том сколько игрушек мы разбиваем это можно было бы обанкротиться но если бы мне кто-то подарил такую я была бы на седьмом небе от счастья это нереально красиво еще немножко пасхальной тематики но и так уже набрала яиц наверное на 200 злотых и несколько штук у меня нет слов хоть елочные игрушки это сейчас не супер актуально по сезону это интересно разглядывать как минимум и восхищаться я не знаю зачем вы приезжаете в варшаву но у меня тут своя программа причем порой достаточно случайная мы оказались в фирменном магазине болеславцы это такая очень знаменитая польская керамика у меня кстати есть несколько артикулов и из года в год они дорожают мои самые красивые формы для запекания от болеславцев и они очень хорошо служат не трескаются их часто можно встретить на всяких ярмарках в кракове например в центре есть абсолютно разные кухонные декоративные приборы и вот такая расцветка это традиционная или одна из фабрики болеславцам видите сколько все на себя привела меня показать вот эти вот кремовые всякие и я наверное буду выбирать себе форму для запекания вот отдельно тоже для рыбы всякие половники чашечки все что хочешь и о существовании чего даже не знаешь масло на разлив вот это было очень вкусно как как это правильно бальзамический крем да с манго мы берем я во всяком случае целых 200 миллилитров нам даже подсказали как и с чем это лучше сочетать вот это называется тонкое чувство эстетики у насти все тут не просто так располагается и она дала добро показать как у нее расставлен декор все это она тщательно подбирает и мне самой интересно разглядывать что же и как она сочетает тут разные текстуры и разные формы причем такие необычные и часть она даже делала сама вот например вот эту чашечку из глины ой из глины правильно настя до находила на курс керамики подставочка и вот рассматриваешь магазинах она все равно отличается приятнее всего то что ты сделал это сам книги это вот подставка для яйца ложечка для икры но настя она просто нравится жемчужная очень необычные стаканы или чашки они всякое разное из этого пьют откуда ты это заказывала из какой страны вот эти из копенгагена но оно и видно если честно это молочник ты говорила да у меня помните есть тоже ложечка которую мне настя сделала она лежит на видном месте это наверное подставка под ложку до вазочка такие приятные цвета и позитивные и очень комфортные и при этом не банальные сюда очень хорошо вписалась кофемашина смек и вот живой цветок это не искусственный типа мини ваза и тоже такая необычная очень оригинальная это ты делала обалдеть видите какая рукодельница она еще очень красиво рисует и между прочим мы сейчас находимся на кухне они в зале и у настя долго искала этот чайник и он еще и такой красивый в жизни заказала его онлайн сюда просто идеально вписался на самом деле это долго можно что-то рассматривать каждую деталь а вот это не бамбук настя а что ты сказала всю жизнь думала что это бамбук растет но это на самом деле короче не бамбук когда-то мне это дико нравилось и я была уверена что это бамбук увидела его впервые лет 15 назад в икее когда первый раз приехала в польшу или 16 лет а вот это сейчас настя скажет что вот такое вырастает она как петушок выглядит или нет нет я поищу я поищу и вставлю и вот растет в горшочке у насти а это меня поразило до глубины души просто в воске и его не нужно даже поливать я такого еще не видела очень интересно настя вообще любят необычные цветы необычные композиции всякие мы собираемся уже в краков настя будет проводить там сони благотворительное мероприятие и она собирается так как они тоже с эстетической точки зрения к этому ко всему подходят чтобы было красиво что была определенная атмосфера и вот настя собирают всякие мини-вазочки у себя по дому кое-что специально покупает и всегда у них очень красиво заглядывайте к насти к сони на страничке они выставляют там в историях тоже сохраненных хайлайтах в постах как это все выглядит это же обязательно поучаствую но опять же в эту субботу я забираю детей и не успеваю еще пол жизни постоянно пропускаю как видите я уже дома в кракове хотела с вами попрощаться распакую мои покупки и заворожаю в следующем влоге а я пользуюсь последним свободным вечером мамы и иду встретиться еще с одной подружкой на ужин не забывайте поставить пальчик вверх если вам сегодня со мной было интересно и пока пока до новых встреч уже совсем скоро